Всех приветствую! Мы решили сейчас с Олесей показать вам еще один способ трансформации через рисунок. Можно это делать через нейрографику, когда мы делаем какой-то посыл, запрос, вопрос, рисуем какую-то ситуацию, сглаживаем углы, наблюдаем за ситуацией, расслабляемся и все приходится, случается. Сейчас мы хотим более глубокое погружение в трансформацию сделать через рисунок. Здесь вы уже более осознанно будете подходить к вашему вопросу. Например, у вас есть какой-то нерешаемый вопрос с долгами, или у вас есть нерешаемый вопрос в семье, или у вас какая-то болезнь, или болезнь вашего ребенка. Или, может быть, вы хотите раскрыть в себе уникальную ценность, раскрыть в себе таланты. Может быть, у вас затык с деньгами, или вы хотите раскрыть свою женскую энергию, раскрыть в себе внутреннюю женщину, раскрыть в себе внутреннего мужчину, раскрыть в себе душу внутреннего ребенка. Это может быть любая программа для трансформации, например, гнев или злость, или вы хотите трансформировать любовь. То есть вы через рисунок можете сделать любую трансформацию новое, что вас будет наполнять, от чего вы будете кайфовать, то, что вас будет радовать. То есть любую ситуацию вы можете перевернуть в свою пользу по кайфу и решить ее. Допустим, можем нарисовать свою внутреннюю женщину. Я заявляю своей воле сейчас нарисовать свою внутреннюю женщину. Я отключаю свою голову, я просто беру любой цвет, какой мне нравится, ну вот у меня уже есть фломастер, и просто рисую, не думая, любой выброс. Моя внутренняя женщина может быть вот такой вот, например. Правда не знаю, что это. Ну вот я так вижу. Можно делать фломастерами, можно делать карандашом, можно делать одним простым карандашом, можно делать одним маркером черного цвета, зеленого. Можно делать цветной рисунок, можно не цветной. Можно делать все, что хочется. Нет правил. Самое главное это нет правил. Смотрите, как получилось. Губы, глаза, бантики. Я такого не вижу вообще. С этой стороны видно. Да, интересно. Я уже, конечно, трансформировала внутреннюю женщину, но посмотрим, сейчас еще глубже ее трансформирую. Это женская энергия, а внутренняя женщина – это женская энергия принятия и желаний. Наш внутренний мужчина – творец, он творит, а внутренняя женщина желает и принимает. Весь мир такой, какой есть. Если мы хотим, что мы можем узнать с этого рисунка? Я даже не хочу заморачиваться, что можно с него узнать. Я вот так вижу, и вот так вот я нарисовала свою внутреннюю женщину. Я не знаю, что здесь. Когда я смотрю на этот рисунок, нужно выписать ассоциации. Десять ассоциаций. Как я чувствую эту внутреннюю женщину через рисунок? С самого начала сказала, что ассоциация страстная. Я прям пишу страсть. Еще я здесь вижу огонь. Какой-то дисбаланс я вижу. О, кстати, дисбаланс. Можно написать. Так, ассоциации с рисунком у меня такие получились. Страсть, огонь, дисбаланс, лона, начало, жизнь, эволюция, кровь, шум, вечность. Не знаю, почему такие слова. Вот пришли они на ум. Дальше что я делаю? Я прошу себя, силу своего духа, трансформировать, во-первых, вот эти вот программы. Я написала 10 ассоциаций. Можно больше. Ассоциация написать. Дух мой, я заявляю своей волей, исцели и трансформирую во мне внутреннюю женщину и вот эти вот программы. Страсть, огонь, дисбаланс, лона, начало, жизнь, эволюция, кровь, шум, вечность. Исцели и трансформирую в то, что наполняет меня энергией, то, что радует меня, то, что наполняет меня любовью к себе. Да будет так. Ибо я есим так, то я есим, я благодарю тебя духу, я благодарю себя, благодарю, благодарю, благодарю. Что можно теперь с этим сделать после трансформации? Можно взять новый листочек и нарисовать обновленную внутреннюю женщину. Можно вернуться к этому листочку и прямо на нем дорисовать внутреннюю женщину. Рисуем внутреннюю женщину. Я хочу здесь, на этой листочке. Продолжаем. И мне вот хочется вот после вот этой вот трансформации прям как-то вот что-либо аккуратнее нарисовать. Вот мне хочется что-то такое вот сделать. Вот я не знаю, мне вот хочется добавить каких-то более других, вот прям цветочек хочется нарисовать. Я не знаю, не обязательно думать о каких-то вещах, которые мы знаем, ассоциировать, там, можно без правил. Нарисовать какие-то предметы, которые мы уже знаем, да, а можно просто так чувствуем. Написать варианты. Пораскрасить более нежненько. Может быть, это вообще будет что-то вот прям с сердечками. Мне даже вот по нейрографике хочется углы скруглить. Да, он такой вот более яркий что-либо стал. Он какой-то более трансформированный. Можно это делать просто одним карандашом. И хочется добавить нейрографики почему-то. Не обязательно. У нас сейчас не задача скруглить углы. Но если хочется, почему нет? Остановлюсь. А то удержите мне семеро. Это залипательно вообще что-то рисовать. Смотрите, вот эти вот первые фразы, которые у меня были, 10 ассоциаций, я их написала. Это до трансформации. Сейчас нужно еще написать после трансформации новые 10 ассоциаций. А здесь у меня уже просыпается любовь. Давайте я на отдельном блесточке напишу. Энергия. Чую пошла энергия. Красота. Даже цветочек вижу. Цветы. Сердце. Поток. Мягкость. Вибрация. Волны. Желание. Радуга. И что мы делаем дальше с этими ассоциациями? Вот ассоциации, которые у меня получились. Мы составляем стихотворение. Я заявляю своей волей составить это стихотворение, трансформирующее, которое начнется вот с этих слов и закончится вот этими словами. Стихотворение не обязательно только из этих слов составлять. Стихотворение можно составлять из любых слов, но вот эти вот слова будут присутствовать в вашем стихотворении. Ваши вот эти вот программы трансформируются. Какое стихотворение у меня будет, я вам попозже сейчас расскажу. Перед вот этим мастер-классом Олеся нарисовала выброс, свою злость. Она сейчас едет отдыхать с семьей Гагры, и ее там мандраж некий бьет. И она решила весь этот выброс, импульс изобразить вот таким образом. И у нее появились вот такие ассоциации. Олеся, можешь прочитать у тебя? Жажда, сила, страсть, полет, мечта, связь, жизнь, скука, любовь и красота. И красота. Не знаю, где она тут красоту увидела. У меня тут какая-то чернуха прям. После трансформации она заявила волю трансформировать все эти программы, трансформировать свой гнев. Она нарисовала новый вот такой вот радужный рисунок. И у нее появились новые ассоциации. Воля, вибрации, энергия, радость, счастье, свобода, легкость, я, гармония, вкус. Ну а дальше сложились строки. Здесь можно составлять из этих слов стихотворение. А она просто их уже прочитала, уже появился стих. Жажда, сила, страсть, полет, мечта и связь с жизнью. У нее жажда и сила. Страсть и полет. Все прям идет. Мечту и свободу жизнь нам дает. В скуке любовь рождает творец. Мудрости солнца красивый ответ. Классно. И продолжаем стихотворение из этих слов. Воля нужна, чтоб желание сбылось. В радости счастье, чтоб легкость была. Свобода вибрации поднимет вкус жизни. Гармония светит. Энергии мира, добра и спокойствия. Движет семья. Ну тебе хорошо, Клама стала. Да, мне отлично просто стало. Многие не пишут стихи, потому что думают, что это сложно. Либо это бред. Либо, а вдруг увидят, и мне стыдно за свое творчество. Вы пишете это для себя. Если вы начнете складывать стихи, они сами пойдут. Заявите волю написать стихи. Даже вот я беру свои лективы, которые мы с Олесей вели марафоны. У нас было такое задание сделать трансформацию через рисунок. Любой ситуации, любой проблемы, любой программы. Если вы не можете получить ответы, не можете трансформировать и понять, во что он трансформировался. Мы делали просто через рисунок и через стихи. Сначала у всех такое сопротивление. Да я, мне уже 70 лет, я стихи и сроки когда-нибудь писала, а потом такие шедевры выдавали. Вы просто попробуйте. Что у меня получилось по вот этому стихотворению? В страсти огонь, начало жизни, в шуме вечности своем, эволюция начала снова бьет своим ключом. Лона жизни расцветает, дисбаланс, как кровь течет, то в балансе пребывает, то раскоется во всем. Не знаю, что это и как получилось. И сейчас продолжу стихотворение из этих слов. Стих не обязательно должен быть в риф. Вы просто должны прочувствовать новое чувство, которое в вас откроется после того, как вы трансформировали. Вначале у вас был выброс. Вы рисовали вот эту вот свою какую-то силу, которая ведет вас вниз, где вы теряете энергию, потому что вы хотели это решить. Либо вы понимаете, что ваша, вот сейчас я рисовала, да, женскую энергию, внутреннюю женщину. Я понимаю, что еще ее надо трансформировать. Еще нужно, чтобы она еще глубже раскрылась, эта энергия женская, желание. По-моему, трансформации внутренней женщины никогда не бывает мало. Энергия солнца, радуга света, волны желаний, цветами цветут, любовь в нашем сердце и мягкость потока красоты подарит вибрации истока. Пускай это будет не особо там ритма, но мне очень нравится. Также мы можем нарисовать своего внутреннего творца, прокачать свое творчество. Можем нарисовать любую проблему. Например, я хочу поехать на курс в Черногорию, или поехать на фестиваль 1 сентября, или попасть сейчас на неприличный курс в Испании. Что мне мешает? Дух мой, я заявляю своей волей нарисовать все, что мне мешает сейчас поехать на курс, допустим, в Испанию. Я не знаю, какие у вас там желания. Вы можете загадывать все, что вы хотите. И вот вы начинаете рисовать. Вот у меня есть вот такая проблема. Не хватает ресурсов. Вы даже не деньги рисуете, потому что деньги – это всего лишь ресурс, который вы можете спокойно мотивировать. У вас есть энергия? Вы можете эту энергию материализовать своей волей, просто заявив волю, материализовать деньги. Но у вас нет этого ресурса, он заморожен везде. В каких-то шаблонах мышления, в каких-то программах, в каких-то привязках. И вы эту энергию постоянно тратите на злость, на гнев, на ревность, на обладание, на чувство собственничества, на вот я хочу, я желаю. Не живете здесь сейчас. И вам просто не хватает ресурса, вам нужно высвободить ресурсы. И вы вот рисуете ресурс. Вы рисуете, может быть, какие-то программы. Я боюсь, у меня вот страх какой-то. Мне вообще реально прям черным надо. Страх летать на самолете. У меня страх. А что будет потом? А если я трансформируюсь, вот там, мне вот страшно себя увидеть новой. Мне страшно пойти в боль, потому что на курсах идут в боль. А мне еще страшно вот это. А мне вот это страшно вот это. Я вообще все боюсь. Я не поеду туда, потому что у меня нет денег. Мне вообще родители говорят, что я в секте. Муж говорит, что я в секте. Да пошло, ну все, нафиг. Вы делаете этот выброс. И пишите ассоциации. Вот это вот реально злость на саму себя. Что почему? У других все, а мне ничего. Вот эта вот злость. Вот эта вот обида. Нет ресурса. Ресурс. Пишите 10-20 ассоциаций. Сколько хотите? 30. Нет ограничений, нет правил. Нет правил запроса, желаний, что вы хотите осознать. Пишите ассоциации. Все, что вы сейчас здесь выплеснули, вам нужно написать словами. Составляйте стихотворение. Пишите дух. Помоги мне составить это стихотворение трансформирующее, чтобы я осознавал на уровне чувств глубоко, как это во мне сидит, во мне. Дальше, написав стихотворение, можете уже, ну допустим, я писала здесь после рисунков стихотворения, а можно сразу написать рисунок, вот как прет. Вот этот весь негатив, у вас он такой будет черный, этот рисунок гневный. Может быть, вы выплесните туда всю свою злость, все свои страхи. А потом говорите себе, любимому, дух мой, я заявляю своей волей, исцели, трансформируй во мне. Вот эти вот программы, программу злости, обиду, ресурс. Трансформируй вот этот вопрос, для чего я желаю не ехать. Трансформирую все препятствия на пути, которые мешают. Нет здесь никаких шаблонов, текстов, что вы должны произносить, никаких молитв, клятв и так далее. Вы говорите здесь сами себе, что вы заявляете трансформировать то, что вы хотите по-новому. То, что вас будет наполнять и не сливать эту энергию. Переворачивайте листочек и рисуйте новый рисунок. Все, что вас будет наполнять. Вы рисуете новый выброс, вы рисуете себя. О, видите, у меня уже оранжевый цвет схватился. Я здесь, Испания, море. Вот я хочу голубого добавить, представьте, это море, это солнце, это такая прелесть, это такая красота. Это моя трансформация на встречу с другими людьми. Можно не ассоциировать, можно просто рисовать, не задумываться вообще, что вы делаете после трансформации. Даже дверь открылась, посмотри сама. Дверь открылась, ну ладно. Новые возможности. Ты меня аж испугала. Появились. Пишите ассоциации нового. Это, я не знаю, я сейчас чувствую какую-то свободу, что ли. Свобода. Мир. У меня вообще здесь какой-то тоже лона. Источник. Бриллианты, слово пришло. Небо. Небо. Песок. Песок. Солнце. Поток, опять поток. Опять энергия. И составляйте волны. Составляйте стихотворение, продолжение вот этому рисунку. Вы напишите стихотворение, а потом продолжите его из новых слов. И вы почувствуете просто в этом творчестве такой выброс энергии. Вы попробуйте, а потом наблюдайте. Это не значит, что это волшебная таблетка вот так взяли, нарисовали, ваше желание исполнилось. Нет. Вы здесь в процессе рисунка осознаете программу, которые вам мешают исполнить. Нет ничего, что бы вам мешало реализовать что-то. Это вы сами себе мешаете. Нет ничего внешнего, что могло бы вам мешать. Это вы расставляете блоки. Это ваша голова придумывает причины, для чего я хочу не делать вот это, не иметь вот это. Это ваша голова. И этим рисунком мы просто снимаем эти все блоки, ограничения и растворяем их, трансформируя в новые. Да. Если хотите, можете тут и нейрографику тоже добавить. Нейрографика – это суть сгладить уголочки. Можете этого не делать, достаточно получить новый такой красивый рисунок. Счастливый, радостный гуляет от него, аж прям бах, вот так. Вчера было дело, что дорисовала я рисунок, хотела квартиру в Черногории на курс нормальную найти. В итоге мы проснулись и поняли с Олесей, что у нас есть дом в Испании. Может быть, вы поймете в процессе, что вам и не нужно ехать на этот курс в Испанию. Вы вообще проснетесь и узнаете, что у вас там родственники живут, и вы просто поедете к себе домой. Не знаю, что случится. Ничего не ждите, не сливайте в предвкушении, в ожидании вашу энергию. Вы, кстати, можете сделать трансформацию программ предвкушения и ожидания. Прям пишите предвкушение, ожидание, рисуйте ассоциации опять стихий. Трансформировали, рисуйте новый рисунок, и так вы можете через рисунок трансформировать любую программу. А в ожидании, в предвкушении, когда вы сливаете энергию, естественно, вы не получите то, что вы ожидали. Всегда нам говорят, не ожидайте, и тогда не разочаруетесь. Ну, в принципе, нет правил здесь еще что-то объяснять. Вы сами решаете, как рисовать, как трансформировать. Отмечайте нас. Отмечайте нас в соцсетях. Мы пишем сейчас хэштег Олеся Графия, Нелли Графия. Инстаграм, собака, файв. Вот так вот, вот сюда. А вообще под видео у нас обычно все расписано, хэштеги. Вот. Вот. Вот.